Создание видеоигр всегда желание найти компромисс. Пока на форумах спорят, какая система восстановления здоровья, аптечки или самовосстановления в укрытие реалистичнее и лучше, мы хотим предложить небольшой список того, чего в игровой механике быть не должно. Мы все это видели кучу раз и недоумеваем, почему эти условности, недочеты и ошибки все еще присутствуют. Представляем вашему вниманию 15 преступлений геймдизайна против человечества, от невидимых стен до непропускаемых катсцен по версии X-Games Game TV. Избиение игрока в катсценах. Допустим, мы пробираемся в гипотетическую пиратскую бухту, карманы ломятся от всяких шприцов и патронов, вокруг шеи обмотана пулеметная лента, убиваем всех врагов налево и направо. Поворачиваем за угол и вдруг получаем прикладом прямо в нос. Управление перестает работать, включается катсцена и мы обнаруживаем главного героя связанного и безоружного в плену у какого-то психа. Но это совсем позор. Минуту назад мы убили пару отрядов и зачистили базу, и нас так легко уделали. Такое унижение заставляет чувствовать, что прохождение всех уровней в игре трата времени. А еще хуже, катсцена заставляет слушать монолог плохого парня. Непропускаемые ролики. Да, катсцены неплохие, местами даже очень хорошие, но мы тут пришли смотреть не их. Ну проще же некуда сделать кнопку пропуска. Ну давайте же. Сохранение перед непропускаемыми роликами. Есть определенные точки кипения в играх, когда хочется бросить видеоигры и никогда к ним больше не возвращаться. Рассказанный два раза анекдот смешнее не становится, и это один из самых больших недочетов, и опять же, поправить дело довольно нехитрое. Невидимые стены и высокие заборы. Честное слово, даже какая-нибудь непроходимая гора выглядит органичнее, чем покосившийся заборчик на границе. В 2017-м, когда существует Wildlands и прочие Open World игры, видеть такое решение очень странно. Как вариант, то, что мы видели в Battlefield, внезапно появляющийся счетчик и ненавязчивое требование вернуться на поле боя. Система крафта без игровых рецептов. Кому-то нравится экспериментировать с крафтом и делать подборы методом тыка, но в условном Майнкрафте существуют сотни вещей из разных материалов. Запомнить это невозможно, нажимать Alt-Tab каждые десять минут не хочется. Да и бывает, что не каждая игра может безболезненно свернуться. Ненормальная система лечения. Вот зачем нужно давать возможность использовать ценные аптечки, когда здоровье и так на максимуме. Этим грешит недавняя РС-7, когда при случайном нажатии главный герой льет ценный препарат на абсолютно здоровую руку. Оправдания этому, конечно же, нет. Меню с вы точно хотите. Хорошая защита от мискликов, да, но спрашивать вы точно хотите зайти в меню настроек это перебор. Сделайте, пожалуйста, пункт не спрашивать снова. Это облегчит жизнь многим игрокам. Ложный выбор. В самом начале игры Rage мы встречаем персонажа, который предлагает нам сесть в машину. Если не согласится, сначала он пригрозит нам, а потом пристрелит, что приведет к рестарту. Ну и зачем тогда давать ложную надежду? Игра как бы говорит, или ты делаешь то, что тебе говорят, или проваливай. Хлам в инвентаре, который никак не помечен. Это относится к РПГ от Bethesda в частности. Идем мы по миру Skyrim с полным рюкзаком вилок, ложек и тарелок и не знаем, пригодится ли это вообще где-либо или нет. Раз поднимаются, значит можно. Вон даже в разделе разное, где вообще-то шкуры, камни, душ и бивни. А если они перерабатываются, значит и это можно куда-то деть. Закрытые двери. Вы их встречали, да, они самые. Идем по коридору, видим дверь. Пробуем открыть, слышим клацанье. Ага, заклинило. Ну ничего, бросаем гранату, бум, возвращаемся, видим клубы пыли и целую дверь. Она была там и будет всегда. Это неуязвимая закрытая дверь и существует только для того, чтобы потратить наше время. Несомненно, при моделировании зданий двери должны быть, но раз уж мы делаем рельсовый шутер, то сделайте их полностью не интерактивными, а не как в Half-Life. Первая кнопка в меню не продолжить, а начать новую игру. Еще одно непонятно почему существующее решение. Желание продолжить игру уменьшается с каждой секундой интро-ролика и логотипов разработчиков. Файлы сохранения не пойми где. Не надо недооценивать этот пункт. Случаи разные бывают, вдруг захочется сделать бэкап или перенести на другой компьютер. В большинстве случаев этот поиск заканчивается читанием форумов, где игроки уже перевернули верх дном весь жесткий диск. В идеале в игре должно быть написано под каждым сохранением краткий путь, где оно лежит. Бессмертные квестовые персонажи Судя по всему, геймдизайнеры держат нас за не пойми кого, другого оправдания этому нет. Мы пытаемся рассказать ему историю, а он прыгает по столам и все разносит. Если ты пустишь их в свой мир, они обойдут каждый квадратный сантиметр в поисках эксплойта, попытаются преодолеть любые барьеры. Угадайте, что будет, если им дать оружие. А потом представить ключевого персонажа игры. Нет, не угадали. Начнется стрельба, мотивируемая лишь, а что будет, если я в него выстрелю из этого. Поэтому или так, или как в Биошоке, важные персонажи за дверью и баррикадами, дабы не случилось чего. К слову, Dark Souls и Deus Ex все-таки позволяют убить любого NPC. И все же это лучше, чем тот вариант. Это ломает всю логику игры и мешает погружению. NPC с отличной от вас скоростью. Если бы вам дали задание сделать новый круг ада в играх, то можно было бы добавить туда NPC, за которыми нужно следовать. А самое главное, сделать его в разы медленнее игрока. Капитан Прайс, шевелись уже! Кнопка выход означает выход. Если мы жмем выход, то мы хотим выйти, это очевидно. Она не означает, эй, давай закончим и включим главное меню. Она означает, я хочу выйти, пора выключаться. Она означает, что мы выходим. Этот список можно было продолжать еще долго и долго. Не, если без каких-либо шуток, то хотелось бы, чтобы таких шероховатостей нам встречалось как можно меньше, и геймдизайнеры учитывали пожелания игроков и комьюнити своих проектов. А какие недочеты в игровой механике бесят вас больше всего? Оставляйте свои комментарии. Также не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на наш канал и заходить за информацией на наш сайт xgamesdefistv.com. До скорой встречи на X-Games Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами!